Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья, и сегодня мы с вами говорим о том, что произошло в Юленовке. Небольшой населенный пункт в Донбассе, который теперь стал известен всему миру, благодаря той трагедии, которая произошла совсем-совсем недавно. И я пытаюсь понять смысл. Я отхожу от категории добра и зла, от каких-то категорий моральных. Я хочу понять смысл того, что произошло. Зачем надо было убивать этих бывших украинских военных? Ведь они военнопленные. Они не представляют какой опасности. Они выйдут из этого лагеря, могли бы выйти, либо когда война закончится, либо когда произойдет какой-нибудь очередной обмен, но они уже никогда не выйдут. Они превратились в обголевшие скелеты. Они превратились в прах, в золу, в пыль. Зачем это было сделано? Я этого понять не могу. Версий много. Как минимум три я вам их указал. Ну, давайте подумаем вместе с вами. Опять-таки, я пытаюсь отойти вместе с вами от категории добра и зла. Тут все ясно. Я пытаюсь понять, зачем, в чем смысл того, что произошло. Давайте подумаем вместе с вами. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, господин Аксом. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Это Феликс. Вы неоднократно в разных передачах, я не всегда звонил, ставили вопрос о смысле того происходящего. Но искать смысл здесь невозможно. Надо, потому что это уродство. Ну, какой может быть смысл? Дело в том, что это всякое преступление. И, вы знаете, я слушаю иногда многих комментаторов, в России сегодня нет никакой идеологии. И в этой войне сейчас у солдат российских, у бандитов только один поинт. За наших пацанов. За смерть наших пацанов мы их сейчас растерзаем. Вот это я вам честно говорю, я это слышал многократно от разных комментаторов, военных комментаторов, специалистов. Только за наших пацанов. Всё. Больше никакой идеи нет. Но всё равно встаёт вопрос добра и зла. Понимаете? В человеке скрыто очень разное. Он может проявить чудеса героизма, самопожертвования. И одновременно может проявить зверство. Страшное зверство. И самое главное, чтобы зло было наказано. Конечно, главное, чтобы это всё закончилось. Но зло должно быть наказано. Вы говорите о судебном рассмотрении. Но сейчас можно твёрдо сказать, что уже никаких судов не хватит. Никакого следствия. Я считаю, что украинские отряды специального назначения, украинские специалисты плаща и кинжалы должны иметь, безусловно, список этих бандитов. Сейчас зверство совершать нельзя. Нельзя ему уподобляться. Но в конечном итоге они должны сдохнуть. И сдохнуть – это большая работа предстоит. Но добро должно за себя ответить. Вот это моё мнение. Конечно, очень обидно. Вы знаете, по интернету приходят такие дикие вещи. Даже вот евреи распространяют. Вот, а евреев угнетали. Вот Богдан Хмельницкий. Боже мой, это было 400 лет тому назад. Неужели сейчас время говорить, как угнетали евреев 400 лет тому назад? Да, это было зверство. Но, право, достаточно сейчас говорить о том, что происходило после Второй мировой войны, и мы видим огромное зверство. И сребреницы. Шесть тысяч человек угробили моментально, в несколько дней. Или восемь тысяч. И сейчас творится безумие. Но самое главное, что зло должно быть наказано. У меня зачесались руки, когда я это услышал. Я вспомнил лозунг Иренбурга, если вы помните в газете «Правда» в 1942 году, по-моему, ну, это по литературе. Убей немца. Конечно, нельзя убивать невинных людей. Но российских фашистов сейчас очень много. И они должны ответить за всё. Спасибо за внимание. Спасибо, Феликс. Спасибо. Но, всё-таки мы с вами не дошли до того вопроса, который я задавал. Феликс считает, что это бессмысленная просто жестокость. А я пытаюсь добраться всё-таки до смысла. Ну, представьте себе, что эти люди – это уже бывшие военные. Военнопленный – это означает бывший военный. Он находится полностью под контролем в распоряжении лагерных властей. У него нет свободы. Он не может выйти никуда. Он просто находится там в заточении. Он пленник, узник. Зачем убивать узников? Какой в этом может быть смысл? Произошло страшное преступление против человечности. Но во всех преступлениях, даже самое страшное, всегда бывал какой-то смысл. Да, жестокий смысл. Но в этих преступлениях какой смысл? Я его не вижу. Я его не понимаю. Почему это вообще происходит? Я понимаю, что войны все жестокие. Не бывает добрых войн. Война по определению – это столкновение двух воль, народов, армий. Погибают люди. Всё это понятно. Но то, что произошло сейчас и происходило до этого – это далеко за пределами любой войны. Это далеко-далеко за пределами любой войны. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, Алексей. Это Михаил. Здравствуйте, Михаил. Во-первых, я рад, что вы смотрите Пастухова, Владимира Борисовича. Я тоже смотрю его передачи из Бондона и так далее. Я сам из Винницы, где трагедия была недавно. Я… Все ваши версии имеют право нажить. Я просто добавлю такую версию, может, она неправдоподобна. Это элементарная мстительность. За что убили пленных поляков в 1940 году? Месть за поражение Красной Армии под Варшавой в 1920 году. За что сбили Боинг? Месть любому самолету, который хотел пролетать над ДНР. За что бомбили в Винницу? Месть. За что убили Немцова, который до этого говорил целые годы плохие слова для президента Москвы? За что Харьков бомбили просто жилые дома на Слобожанке? И за то, что там придумали песню болельщики? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И так далее, не хочу повторяться. Я не знаю, эта версия имеет право на жизнь или нет. Но мстительность начальником Москвы давно всем известна. Может я не прав Но Дай еще добавить Вы не берете А наши отцы воевали в одном полку Когда березину Мне отец рассказывал Что знал ваш отца Но он покойный же мой отец Когда-то я вам рассказывал Это по радио Такое совпадение Воевали в отечественную войну До свидания Всего хорошего Спасибо Михаил Вы сделали одну очень важную вещь Я совершенно упустил из виду Трагедию польских военнопленных Которых сознательно расстреливали В разных местах На территории Советского Союза Я это просто упустил из виду И вот теперь вы протянули Некую историческую ниточку Между событиями того уже давнего времени И тем что произошло только что Михаил огромное вам спасибо Я действительно должен признаться Как-то упустил из виду Эту трагедию польских пленных Которые никоим образом Не представляли никакой опасности Для сталинского режима И представлять не могли Более того Более того В случае будущей войны Они могли бы быть как раз Опорой Тех новых польских соединений Которые формировались бы На территории Советского Союза Для того чтобы Вместе с Красной Армией Остановить Гитлера Казалось бы Их надо было сохранить Их надо было хорошо кормить Этих польских офицеров Потому что они могли пригодиться В самом ближайшем будущем Нет, сталинский режим Решил, что их надо уничтожить А кто эти были польские офицеры? Это были признанные Польские интеллигенты Это были учителя Это были архитекторы Это были агрономы Это были польские интеллигенты Которых призвали в армию Вот это и были польские офицеры Вот кто был тогда В советском заключении Вот кого расстреливала Советская власть И тут, судя по всему Михаил прав Есть некая преемственность В отношении К пленным В отношении К честной жизни Никакого смысла В расстреле Польских пленных не было Наоборот Это принесло огромный вред Учитывая то, что И польская армия Армия, которая Потом была Армией Андерса Она сражалась Правда не на советском фронте А сражалась Вместе с англичанами Но тем не менее Эти польские пленные Они же сражались С немцами Таким образом Они были Союзники Красной армии Союзники Советского Союза Какой смысл был Уничтожать Своих будущих Союзников Ну вот мы Подходим Наверное К ответу На этот Сакраментальный вопрос Какой смысл Был во всем этом Давайте послушаем вас Здравствуйте В эфире Алло Да, в эфире Говорите, пожалуйста В эфире Добрый день Добрый Приятно Будьте добры Скажите, пожалуйста Вот когда выходил Батальон Азов Из подземелья Да Их обыскивали Загирали им В верхней одежде Там была свастика Портреты Гитлера Знаки Отличия Дивизии СС Разных Как это Все это Вот Воспринимать Я не понимаю Вот И мне кажется Что Во-первых Мы нашли На месте Взрыв Осколки От Хаммерс Знаете Что это такое Но Другие доказательства Об этом были В первой части Да Я считаю Что Ну Вообще Как вам сказать Туда приехали Иностранцы Только не CNN Не BBC Такие От себя Как бы работающие Блогеры И эти люди Которые находятся В заключении Находились Но они там Не все погибли Они стали давать Показания Эти показания Как бы Ну Невыгодны Западу Соединенным Штатам Нашей стране Где мы находимся Я считаю Что Ну Это сделал Киев Сто процентов Потому что Еленовка Это глубокий тыл Ну Не то что глубокий Но вы Оттуда Вы же знаете Где это И нельзя сказать Что Российская артиллерия Настолько тупо Стреляет Даже Американские Аналитики Это отрицают Я считаю Что это сделали Сделал Киевский режим Мое мнение Ладно Вы мне ответьте Понял Я отвечу Понял Спасибо У меня просто Очень мало Времени остается Я должен ответить На вопросы Наши радиослушатели Которые утверждают Что это сделал Киевский режим Ну смотрите Я об этом говорил В первой части Если бы это был бы Хаймерс Там была бы Огромная воронка И было бы разрушено Это здание Не было воронки Здание не было разрушено Это самый банальный Ответ на этот вопрос Плюс Какие-то обломки Реактивного снаряда Или ракеты Хаймерса Можно привезти Откуда угодно Потому что Действительно Было выпущено За последнее время Немало Я бы сказал Даже Много Что касается Тех пленных Которые выходили Изовстали У кого-то из них Могли быть Какие-то татуировки Это вполне понятно Татуировки Сейчас Ну признак Времени Но если посмотреть Не на татуировки Бойцов Азовстали Бойцов Азова А то чем они занимались И чем вызвана Ненависть такая К ним Это вызвано было Тем Что еще В 2014 году Когда Российские танки Пошли На Мариуполь Вот тогда Бойцы Азова Вооруженные Легким пехотным оружием С гранатометами Остановили Подширокино Танковую атаку И Мариуполь Тогда Не удалось им взять И они Стояли насмерть Сейчас В Мариуполе И они стояли Насмерть Защищая Завод Азовстали Если бы не было Предателя Которая Дал бы Планы Помещения То Вполне возможно Эта защита Еще бы продолжалась И по сей день Кто знает Знаете Люди Которые были В Завстали Это защитники Защита По своему смыслу Города Женщины Детей Защита Не имеет Ничего общего С нацизмом С фашизмом Фашизм Или нацизм В крайней форме Это всегда Агрессия Тот Кто сражается С агрессией Тот По определению Антифашист Какие бы ни были Татуировки Кого-то из бойцов Азова Они по своей сути Потому что Они делали Все эти годы Они были Антифашисты Они защищали Город Мариуполь От нацизма Они сражались С нацизмом Вот в чем Дело А среди Бойцов Азова Были Например И выходцы Из Азербайджана И выходцы Были совершенно Различных мест И как минимум Половина Бойцов Полка Азов Говорила По-русски Категории Украинских Националистов Их никоим Образом Нельзя отнести Это была Интернациональная Воинская часть Которая входила В состав Национальной Гвардии Украины Которые сражались До последнего Патрона До последнего Куска хлеба Вот когда они Остались без Патронов Без воды Без еды Вот тогда Они И сложили Оружие Герои Которые Войдут В историю Украины Тем более Они уже Вошли И если еще раз Вы подумаете А чем же Променились Бойцы Полка Азов Перед российскими Властями Только тем Что они столь Мужественно Столь героически Сражались На поле боя Защищая Город Мариуполь А потом Защищая И завод Азов Сталь Вот в чем Их вина С точки зрения Российских Властей Может быть Поэтому Они и были Взорваны Сейчас В концлагере Веленовки Да Вполне возможно Это просто Была тупая Месть героям За то Что они Героически Сражались Дорогие друзья Пришло время Расставаться Я благодарен Всем Кто слушал Кто принимал Участие Оставайтесь вместе С нами Будьте здоровы Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова